здравствуйте дорогие друзья с вами вадим печерский миграционный консультант руководитель компании ваш indocumentation center который уже 27 лет предоставляет паспорт на визу и миграционный переводческий материальный сервис и сегодня буквально по свежим следам вот я только что вернулся из миграционной службы я хочу поделиться интересным интервью даже для меня это интересное три было на брак учитывая 27 лет опыта специализации в семейной иммиграции это интервью достойно того чтобы о нем поделиться с вами если вам эта тема интересна прохождение интервью по браку оставайтесь с нами подписывайтесь на канал если вам понравится информация ставьте нам лайки поделитесь этим видео с вашими друзьями поехали интервью по браку если говорить и взять 27 лет моего профессионального опыта когда мы не только оформляем документы что мы делаем как иммиграционные консультанты но мы еще и ведем кейс клиента у нас не было гордо скажу хвастаюсь ни одного отказа я хочу сказать что я не адвокат я не даю юридических советов но мы имеем право как иммиграционные консультанты делать определенную разрешенную законом работу и вот в этом формате мы работаем интервью было назначено сегодня на 12 часов дня перед тем как мы пошли на интервью мы сели подготовиться пройти через все документы разложить их в определенном порядке чтобы клиент на интервью чувствовал себя комфортно даже начиная с момента где клиент должен понимать что у него не будет возможности разложить документы на столе у офицера потому что между клиентом и офицером будет стоять экран и это не позволяет клиенту разложиться комфортно поэтому такие вещи как говорится репетиции мы обычно делаем для того чтобы на самом интервью клиент чувствовал себя комфортно так вот вчера во время подготовки я задал один из вопросов клиенту просто как сопровождая клиентов собеседований уже за 27 лет накопился о большой багаж знаний и я говорю клиенту а у вас кстати ключи от вашего дома у обоих есть ну жена говорит да я у меня ключи не нужны дома есть папа мама брат муж то есть не ключи не нужны у нас дверь постоянно открыты грозил эти мне одолжение у нас прямо здесь возле офиса 3 доллара стоит сделать ключ сходите сделайте ключи потому что бывают редко но бывает когда офицер может вас об этом попросить но все-таки настоял клиент пошел это сделал вот мы встречаемся на собеседование первое что говорит нам офицер когда мы заходим конечно что привело в определенный уровень стресса моих клиентов это то что он не просто офицер а он сотрудник иммиграционной службы в позиции дознаватель имеющий 30 лет работы практической офиса и основная его задача это определение фиктивных браков он также работает и часто готовят материалы для судьи на депортацию людей которые были увлечены им же в заключение фиктивных браков поэтому интервью которые мы будем сейчас иметь может быть не то стандартные интервью которые они могли посмотреть где-то на youtube наверно включаю мой канал тоже первое что говорит офицер это ваша задача доказать мне что вы находитесь в реальном браке если у вас свидетельство о браке где жена взяла фамилию мужа и он объясняет уже почему спрашивает потому что если это реальный брак обычно фамилия мужа жена если взяла это для меня и он систему поинтов определил это 10 поинтов в пользу клиента потому что поменять фамилию потом обратно нужно через суд а это деньги и время клиент показал свидетельство о браке где жена не взяла его фамилию осталась на своей в наше время развитого феминизма это абсолютно нормальная практика окей говорит клиент ну 10 поинтов вы не заработали покажите мне ваши водительские удостоверения на предмет наличия одного и адресом клиенты показывают все свои калифорнические удостоверения личности где адрес у них один и тот же это 15 поинтов говорит клиент офицер если у вас совместные дети нет если у вас животные совместные нет и тут он говорит ну а теперь покажите мне ваши ключи от дома мне было очень приятно и гордо что я настоял на том чтобы они это сделали когда они достали ключи офицер взял лупу и под лупой рассматривал эти ключи на предмет их идентичность после этого он сказал у вас есть 50 поинтов в пользу вашего дела и задает вопрос а сколько же у вас должно накопиться поинтов для того чтобы я одобрил ваше дело но мой клиент говорит ну 100 а сколько у вас есть там посчитал прикинул 65 правильно но вы должны были достичь 51 поинта чтобы я вам поверил я вам верю дальнейшее собеседование происходило формате в котором только этот офицер как хотел так он и ввел я часто говорю своим клиентам базируясь на своем опыте что чем моложе и неопытнее офицер тем жестче он придерживается протокола а какой протокол я рассказывал предыдущих видео кому интересно могут посмотреть чем старше и опытнее офицер тем меньше он придерживается протокола когда мой подготовленный клиент говорит но у нас есть еще документы совместные фотографии совместные банковские счета кредитные карточки различные клубы в которых мы входим вместе приглашение на свадьбу у меня говорит по огромный пакет а мне это ничего не надо все это можно по моему мнению сфальсифицировать да я не собираюсь в этом разбираться вы меня убедили больше ничего не надо вопросы которые он задавал жене сводились к трем вопросам то есть обычно по протоколу он должен нового иммигранта спросить по пунктам также как написано в анкете а и 485 были ли вы арестованы задержаны сидели в тюрьме работали в концлагерях в тюрьмах были ли вы в коммунистической партии так далее так далее то есть там идет миллион вопросов он задал ей несколько говорит проституции занимались нет наркотики продавали или употребляли нет и было ли вы в коммунистической партии тоже нет вот три вопроса мне задал по итогу больше меня вопросов нет вы меня убедили я всегда прихожу на интервью подготовленные с документами которые по протоколу я должен дать офицеру там своего деятельского удостоверения или паспорт и подписанные анкеты что клиенты согласны меня были нанять я представляю их интересы я говорю вам это надо вы зачем но обычно по протоколу это меня не интересует протокол нет мне это не надо наше интервью успешно закончилось хочу вас поблагодарить вы сегодня тут мне вообще моей гордости не было предела приду меня перед вами было пять пар вы единственное чё дело я одобрил пять пар получили у меня отказ или необходимость дальнейших расследований вы единственные которые пришли и получили отказ дальше оставшиеся там минут десять офицер рассказывал про себя он рассказывал про вечеринку который он устроил для ребенка своей жены он рассказал сколько денег он потратил на то что он купил пляжные зонтики установил их по периметру дальше мы просто сидели это было достаточно приятная беседа как охарактеризовала моя клиентка который вышел из интервью она очень правильно охарактеризовала это собеседование сказал какое же это было простое но непростое собеседование вот такое простое непростое собеседование информации я хотел с вами поделиться с вами был вадим печерский и команда rush in documentation center всего доброго